Мир разучился не только защищать детей, но и создавать для них благоприятные условия ради их возрастания. Здесь на глазах детей убивают животного в зоопарке, делая подростков немыми свидетелями этой бессмысленной жестокости. Там, в Норвегии, проводят гей-парад с участием четырехлетних малышей в поддержку извращенцев. В Киеве на ступеньках школы несчастные дети призывают москалей на плаху, а в Одессе выливают из канистры коктейль молотого для участия в живодерстве и людоедстве. О темпора, о мороз, о времена, о нравы. Но защищать детей нужно, начиная с их утробного бытия. Слава Богу, в России ширится, но еще не достигло умов и сердец всех граждан России. Движение против узаконенного убийства, четвертование ребенка в очреве матери. И пока это преступление, не спровергающее плоды победы 1945 года в Берлине, имеет место, мы пожинаем то, что сеем, видим, как коричневая чума расползается по западным окраинам славянского мира. День защиты детей побуждает нас ограждать их от нравственного растления, запрещать пропаганду Содома и Гаморры, которые сегодня в Америке и в Западной Европе направлены своим острием против девства, против невинности, против душевной и телесной чистоты ребенка. А значит, имеет своей целью демонизировать население и превратить народы Европы уже не в быдло, а ходячих бесов. Нет, никогда славянский православный мир не согласится скользить по наклонной плоскости. И думается, на Украине именно поэтому сейчас идет война света и тьмы, результатом которой должна быть победа русского православного мира, ставящего пред собой вертикаль, духовную и нравственную задачу в воспитании детей в духе веры, надежды и любви, в духе приверженности незыблемым нравственным ценностям. Но мало говорить о геополитике. В День защиты детей каждая мама, каждый отец должен подумать о том, как окружить собственного ребенка миром светлых, чистых и здравых понятий, как организовать его учения и досуг с тем, чтобы подросток не тонул в инфернальном бедном интернете, с тем, чтобы он не слышал вокруг себя матерной брани, с тем, чтобы он не был развращаем наркодельцами, с тем, чтобы он приучился учиться и трудиться, и имел установку на созидание как собственной души, так и окружающего его мира. Убежден, что вне лона православия, без благодатного покрова матери церкви, осуществить эту задачу практически невозможно. Но, слава Богу, духовная культура Великой, Малой, Белой Руси пронизана и просвещена верою во Христа Искупителя. И поэтому День защиты детей особый, когда мы обращаемся к Царице Небесной, а мы все ее дети, и просим распространить над православным славянством ее честной аммофор, покров. И таким образом дети наши будут жить в светлом настоящем и будут достойны своего великого будущего. Редактор субтитров А.Семкин